Привет, с вами Вилсуком. Сегодня, 20 марта, без объявления войны, Apple взяла и выкатила новое поколение AirPods. Это еще наслаивается на то, что вчера показали обновление iMac'ов, а еще два дня назад показали iPad mini и iPad Air. Ты такой, что вообще происходит? 25 марта, если вдруг ребята в Купертино забыли, у них презентация в Стив Джобс Театр. Че они будут показывать вообще? А показывать они будут стриминговые сервисы, об этом мы поговорим завтра. А сегодня AirPods. Это не AirPods 2 в прямом понимании, это именно обновление AirPods. Че ж там нового? А вот сейчас расскажу. Поехали. Я самый несчастный человек на земле. Знаете почему? Потому что два дня назад я купил AirPods. И ладно бы AirPods, я купил две штуки. Одни жене, вторые дочке. А она мои отжала, я имею ввиду дочка, сказала, что не подходят. И пришлось подсуетиться, купить две пары. А теперь выходит обновление. И ставьте лайк, если вы тоже сталкивались с этой хренью. Когда ты только что купил железку, а буквально через несколько дней выходит обновление. Ты сидишь такой с этими AirPods и такой, в смысле? В смысле обидно? Так вот не очень обидно, друзья мои, потому что изменения незначительные. Ну и поскольку AirPods мы с вами уже не раз распаковывали, и что там в коробке вы знаете. А для того, чтобы у нас с вами в ролике происходила какая-то движуха, хорошо бы что-то распаковать. Когда я был в Барселоне, я купил себе знаете че? Apple Watch Airman. И давайте распакуем вот эти Apple Watch, но поговорим про новые AirPods. Добыть эти люксовые Apple Watch оказалось достаточно сложно, потому что в Барселоне их вообще не было. Во всей Испании они были только в Мадриде, в одном салоне. Оттуда мне их и прислали непосредственно в Барселону, пришлось подождать, но тем не менее. Но! Это мы с вами, конечно, сейчас аккуратненько распакуем, но поговорим про AirPods. 20 марта, то есть сегодня, Apple выкатила пресс-релиз и сразу на сайте уже доступны для заказа AirPods второго поколения. Но не AirPods 2, как я и говорил. И сразу можно прям буквально по пальцам одной руки перечислить, какие же там есть изменения. Во-первых, новый процессор H1. Раньше был W1, теперь H1. В чем прикол? Он менее энергозатратный, соответственно, чуть-чуть выросло время работы в режиме разговора. Дальше у нас появилась с вами возможность использовать Hey Siri, тот самый голосовой вариант активации помощника. У нас с вами появился кейс с поддержкой беспроводной зарядки. И все. Ждали каких-то сенсоров крутых, ждали каких-нибудь кайфовых, например, фич типа пылевлагозащиты. Ничего не завезли. Тот же самый дизайн. Но знаете, в чем прикол? Есть аж три опции покупки AirPods сейчас. Первое. Это, как и раньше, купить себе обычные, без поддержки беспроводной зарядки. Такие стоят 13 тысяч с копейками. И это, по сути, просто замена текущей версии за те же деньги. Окей. Есть возможность купить сразу с кейсом с поддержкой беспроводной зарядки. Это стоит 16 тысяч рублей. И есть возможность купить кейс отдельно. Поэтому, если у вас есть AirPods первого поколения, и вы хотите себе кейс с поддержкой беспроводной зарядки по стандарту Qi, вы можете купить себе за 6500. Это, конечно, дороговато. 6500 отдельно кейс. Но, по сути, у вас и старый остается, и новый. Покупаете и это, и Apple. А ребята эти знают, как зарабатывать деньги из воздуха. Поэтому 6500 за отдельный кейс вынь да положь. Это, вы знаете, ну, с одной стороны, конечно, такое себе. С другой стороны, ну, именно этого все и ждали. Более того, на одной из предыдущих презентаций Apple тизерила обновление AirPods. Как? А помните вот этот самый ролик? То есть, вот эту фичу с активацией Siri голосом нам уже демонстрировали несколько лет назад. И никто тогда не выкупил вообще. В чем прикол? А оказалось, что, да, именно это нам и показывала Apple. Как открыть эту коробку? А, слушайте, открывается немножко иначе, нежели классический, скажем так, Apple Watch Series 4. Но мы с вами должны отметить, что раньше-то коробка, помните, была такая квадратная у Apple Watch, где в комплекте шла вот эта самая красивая блинчик-зарядка. Здесь этого ничего нет, и мне от этого немножко грустно. То есть, по факту, меня сейчас просто обделили комплектом. Это не кайфово, когда ты покупаешь часы за 1300 евро. Именно столько они стоили. И это единственные люксовые часы, которые есть сейчас. Раньше Apple делала, помните, золотые, потом была керамика, сначала белая, потом появилась серая. У меня, кстати, есть и белая, и серая. И вот Apple Watch Series 4 золотые. Но как-то золотые часы, они очень броские, на мой взгляд. Поэтому, чтобы не очень выделяться, я купил себе версию за 1300 евро, что там такое. Но вы должны понимать, что для часов это, конечно, вообще не деньги. Ну и, конечно, все это баловство. Смотрите, что происходит. В комплекте у нас с вами всякие бумажки, макулатурки, это понятно. Но здесь у нас с вами ремешок. Какой? Специальный. Я взял ремешок двухцветный. Смотрите, какой кайфовый. С одной стороны он у нас бежево-коричневый, с другой стороны у нас с вами синий-коричневый. Таким образом, когда вы его склеите, получится бело-синий. И это, мне кажется, супер стильно. Вот именно с таким ремешком Apple Watch это прямо победа. Но мне говорили, что со всеми часами Эрме в комплекте идет еще силиконовый ремешок в особом вот этом оранжевом цвете, где он, я его не вижу. По крайней мере, в этой коробке его что-то нет. Давайте посмотрим в основную коробку. Может быть, они лежат здесь, может быть, тут положили. А, да, действительно, сюда положили, и это хорошо. Потому что, конечно, кожаный ремешок это стильно, красиво, но ты же не будешь ходить с ним все время. Поэтому в комплекте тебе кладется еще и вот такой вот оранжевый. И купить его можно только в комплекте с часами. Потому что если вот эти ремешки Эрме как минимум продаются отдельно в Apple Store, ну, может, не конкретно такие, но какие-то. Помните, я покупал, кстати, когда залетал в Company Store, то вот этот войдет только в комплекте с часами. Также мы с вами находим зарядочку обычную. Вот эту самую, опять же, обычную зарядку. И никакого дополнительного кайфа. И, в принципе, обычные стальные часы Apple Watch Series 4 44 мм, у которых из фич это только особый циферблат. Который, на мой взгляд, самый бестолковый. Мне классический, который появился в Series 4, больше нравится. Все! Возникает вопрос. Валя, на кой хрен тебе эти часы? Честно говоря, не знаю. Честно говоря, не знаю. Возможно. Возможно. Вот здесь приятно написано. Дизайн по Apple in California и Hermes в Париже. Такой, оооо, да че че там вообще? Ну, че, вот эти вот золотые-то снимаем. Это уже вообще, фу, вот сюда их положу некрасивые. И, значит, здесь у нас с вами вот оно начинается. Та-да-да-да-да-дам. И вы скажете, может быть, тебе надо было купить ремешок и не выпендриваться. Вы знаете, какая штука? Может быть, и надо было, но! Но! Проблема в том, что к стальным вот этим вот заглушкам непосредственно ремешков золотые часы не подходят. Ну, а если покупать обычные, то зачем покупать обычные? Уж лучше сразу купить арме и не париться. Вот так это все будет выглядеть. Ну, как красиво сейчас дядя Валя себе на руку наденет, чтобы ничего тут не поцарапать, потому что это все дорого, блин, стоит. Ну, что за хрень? Ну, кстати, классическая застежка после вот этих классных, которые напридумывал Джоняев с магнитами, это прям вообще добро пожаловать в прошлый век. Ну, ёкарный бабай! Чего ты не лезешь-то? А-а-а! Себе, блядь! Тебе, походу, не в ту просунут. Я, вы знаете, давно не носил ремешков с классическим вот этим вот исполнением, вообще часов с классическим ремешком. Я, кажется, не так надевал. Бывает, бывает в жизни огорчение. Слушайте, ну, вот так это плюс-минус выглядит. Сейчас вот сюда вот ремешочек вставляешь, вот так вот аккуратненько. Оп! Вот сюда вот подтыкаешь, чтобы красиво было. Ну, кстати, вот эти кожаные ремешки, они ушатываются достаточно быстро. Тем не менее. Мне нравится, что, смотрите, я никаких манипуляций не делал, даже на кнопочку не нажимал. Просто начинаешь крутить часы в руках, а они такие, оп-оп-оп-оп-оп, и уже хотят обновляться, уже хотят регистрироваться. Ты просто в телефоне запускаешь приложение Watch, оно же часы, нажимаешь вот сюда вот часы, пара с другими часами, вот здесь происходит магия, вот так вот сопрягаешь, тра-та-та-та-та-та-та-та. Да, действительно, все работает сразу с ходу. И вообще, конечно, последнее поколение часов не чита. Первому это происходит достаточно быстро. Пара с Apple Watch создана, и я не хочу даже их восстанавливать из резервной копии, настраиваю как новые. Видите, как это все быстро происходит? Черт возьми! Нравится! Молодцы! Но! Мы сегодня с вами не про часы. Я просто это распаковал, чтобы немножко похвастаться. Заработал, черт возьми! Заработал! Итого, друзья мои, знаете, какая цель на самом деле у этого ролика? Успокоить вас. Я уверен, что многие из вас имеют AirPods, и сейчас такие, о, блин, вышло второе поколение, обидно. Вот тот случай, когда не очень обидно, потому что изменения, во-первых, незначительные, а во-вторых, если уж очень хотите, вы можете докупить этот несчастный зарядный кейс. Да, чип H1, говорят, пошустрее. Да, он типа получше держит, побыстрее переключается между устройствами. Если вы, например, используете iPhone, iPad, еще что-то, то там вроде-то это как будет пошустрее. Но это все, ну, такое-то правда. Конечно, когда ты покупаешь сейчас, в 2019 году, AirPods, приятно, что они обновились. Но если у тебя есть AirPods из 16-го года, 17-го, 18-го, или ты купил их несколько дней назад, как я, то никаких особых страданий нет. Дизайн вообще не изменился. Ну да, в зарядном кейсе перенесли лампочку, теперь она спереди. Вот, пфф, вообще труба. Но это, кстати, хорошо. Мне кажется, что Apple поступили максимально правильно. Хороший продукт, свою армию фанатов имеет, действительно, дико, бешено просто продается. И не нужно ломать. Знаете, лучший враг хорошего. Вот есть у тебя продукт, не сломай. Подумал Джонни Айв, и нихрена я эти 3 года не делал. Но есть и один неприятный, в кавычках, момент. Если вы все-таки горите желанием купить новый AirPods и сделаете заказ прямо сейчас, приедут они вам в лучшем случае через 2-3 недели, где-то в промежутке между 4-м и 11-м апреля, по крайней мере сейчас, так указывается на сайте. Поэтому поспешите. Я уверен, что на самом деле даже с этим диким промежутком все не так гладко, потому что как только они закончатся, скорее всего, ближайшие появятся, ну, там, через месяц. И поэтому нужно шустрить сейчас. В любом случае, мы, конечно, их добудем и посмотрим, что это за обновление такое. Возможно, изменилось качество звучания. По крайней мере, Apple на это ставку не делает и не указывает ничего об этом на сайте. Но, возможно, что там и в эту сторону тоже чуть-чуть доработали. В любом случае, посмотрим, как и любые другие продукты Apple. Это такие, как iPad Air, iPad Mini обновленные. Посмотрим и на iMac. Там теперь в Pro-версии можно 256 гигабайт оперативы поставить. И в таком случае компьютер со всеми наворотами вам будет стоить почти полтора миллиона рублей. А в iMac младшей версии можно поставить Vega. Ну, в общем, это отдельная тема для разговора. Но, знаете, что забавно? Сегодня 20 марта среда. Apple перед 25 каждый день выкатывает новый пресс-релиз. Что они покажут завтра? Делайте ваши ставки, пишите в комментариях. Есть слухи, что обновится iPod Touch. Нахрен он нужен в 2019 году? Не знаю. Но также есть слух, что AirPower несчастный все-таки выйдет. Все-таки выйдет. И, возможно, либо завтра, либо в пятницу это все-таки случится. Ну, и отдельный бонус это то, что iOS 12.2 и вообще вся вереница обновлений операционных систем Apple случится 25 марта. Это уже железобетонно. А с вами был Вилсаком. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки в любом случае, если было интересно. И я с вами не прощаюсь. Мы совсем скоро увидимся, потому что у нас на канале будет еще много роликов. И их вообще уже достаточно много. Посмотрите, может быть, вам что-то понравится. До встречи.